Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала «Архиз» 24 рубрика «Зачитай» и я ваш книжный обозреватель Ася Байрамукова. Женщины любят разные книги. Есть среди них истории вдохновляющие и романтические. Реалистичные и фантастические. Рассказы о силе духа и силе красоты. Романное противостояние умов и влечении сердец. Можно было бы сказать, что не все они любви. Но будем честны, именно о любви практически вся мировая литература. Итак, моя сегодняшняя подборка «Книги для женщин». Жизнь займы — это жизнь, которую герои отвоевывают и смерти. Когда терять больше нечего, когда один стоит на краю гибели, так эту жизнь и не узнав, а другому эта треклятая жизнь стала невыносима. И, как всегда, у Ремарка только любовь и дружба незыблемы. Только в них можно отыскать точку опоры. Автогонщик увозит из суперкулезного центра смертельно больную Лилиан. Зная, что ей осталось жить немного, она мечтает провести остаток дней ярко и необычно. История, которая разрывает тебя изнутри на части, а потом собирает в единое целое, но другое, измененное. История, которая учит ценить жизнь и не бояться смерти. Сонное спокойствие маленького французского городка нарушено приездом молодой женщины Виан, ее дочери. Они появились вместе с ярким и шумным карнавальным шествием. А когда карнавал закончился, его светлая радость осталась в глазах Виан, открывший здесь свой шоколадный магазин. Каким-то чудесным образом она узнает о тайных желаниях жителей городка и предлагает каждому именно такое лакомство, которое заставляет его почувствовать вновь вкус к жизни. Шоколад – это роман о доброте и терпимости, о невинных соблазнах и стереотипной праведности. Маргарет Эдвард в середине 80-х годов прошлого столетия уже заняла свое заслуженное место в пантеоне современной мировой литературы. Мало того, после выхода в свет ее романа «Рассказ служанки» Эдвард чуть ли не канонизировали борцы за права человека в общем и за права женщины в частности. В антиутопии Маргарет Эдвард во всей красе предстает новый дивный мир, где женщинам запрещено иметь собственность, работать, любить, читать и писать. Они не могут бегать по утрам, устраивать пикники и вечеринки. Им запрещено вторично выходить замуж. Все, что им отведено – это роль служанки. Книга, которую невозможно читать равнодушно. Николас Паркс – известный американский писатель. Некоторые его романы были экранизированы и заставили переживать немалое количество зрителей. Его проза легкая и светлая, поэтому читать ее – сплошное удовольствие. Не все естественно и правдиво, и это хочется верить. И даже малая доля мистики совсем не портит картину. Его произведения отличаются мелодраматичностью. Одно из них – лучшее во мне. Здесь есть все для хорошего вечера. Профициальный городок, разлуки, интриги и прекрасная любовь. На этом у меня все. Хороших вам книг и приятного чтения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok